Дорогие мои друзья, дорогие наши зрители, в сегодняшнем эфире для портала Life in Style ваш ведущий Олег Забугорский и моя восхитительная российская актриса Ольга Хохлова. Олюшка, огромная тебе благодарность, что ты согласилась принять в нашем сегодняшнем завтраке со звездой. Мы начали сегодня новую рубрику с тобой. Это новая рубрика «Голливудский завтрак со звездой». В нашем понимании, зная тот путь, который ты прошла и идешь и будешь идти, это звездный путь. Вот мой первый вопрос к тебе, вступив сюда, на калифорнийскую землю, с трапа самолета в Лос-Анджелесе, что ты ощутила отличительного от других мест? Я знаю, ты была в разных странах, в разных местах. Вот чем Калифорния веяла тебе, вот знаешь, калифорнийским ветром? Что навеяло? Ну, вот аэропорт, дорога, это ничего не произвело на меня впечатления. Все такое же, как и везде. Да, да, все такое же, как и везде. Верно, и вот все-таки, когда мы приехали на звездный бульвар, мы прямо с аэропорта поехали на звездный бульвар. Вот это и есть точка соприкосновения с реальной Калифорнией. Да, я когда увидела эти звезды, мне почему-то захотелось сразу же лечь рядом с какой-то звездой или с какой-то сфотографироваться. И я увидела людей, которые там находились. В каждом человеке что-то такое, что отличает все-таки. Вот отличает. Они необыденные, что ли? Они необыденные, они необыкновенные. Вот все люди, которых я вижу здесь, они необыкновенные. Их что-то отличает. Мне кажется, что здесь какой-то ульток энергии, какой-то творческой энергии. Но меня поразило, что все очень обыденно. Меня это поразило. Я думаю, а где вот эти вот кадры потрясающие? Видимо, с Родео Драйв я смотрела, знаешь, там где вот бутики такие, какие-то пальмы стоят, такие фешенебельные домики. Все так уютненько. А мы ехали просто в какой-то улице, где стояли строящиеся, прям, эти судьбовыми молотками строители. Ну, это город. Он так же живет всеми плюсами и минусами. И вдруг мы приезжаем, и наш друг рассказывает, говорит, а вот здесь вот стоит какое-то такое пустое здание, ну, чуть-чуть выше, чем вот эти здания, да, чуть-чуть выше, чем все здания в Л.А. Оно чуть-чуть повыше. Он говорит, а вот здесь проходит вручение Оскара. Я была просто поражена, потому что это так смотрится просто и обыденно, что каждый человек на свете может стать звездой. Каждый может пройти по этой звездной дорожке. Каждый. Каждый может надеть это великолепное звездное платье, ступить на эту ступеньку и пойти, 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 и дайти до той ступеньки. Это абсолютно реально, это абсолютно реально. Вот меня вот это поразило, понимаете? Во сколько к вам пришла ваша звездная известность? Такой вопрос, на который ты неоднократно отвечала, но сделай, пожалуйста, это для нас. Ну, мне кажется, что звездность, наверное, это как, например, я наблюдала, как за один день Дюшевым неслось очень много девчонок и кричали «Космос! Космос!» Он не мог выйти из гостиницы, мы были на гастролях с Борисом Годуновым, Донала Надеклана, мы играли в международный проект театральный Борис Годунов. И из гостиницы ему не давали выскочить девчонки. Кричали «Космос! Космос!» Это мечта любого парня. Вот это звездность, я считаю. Или как Лешенька Воробьев в Артеке, вот он выступал, или зал пел с ним его песню. Вот это да. Мне такого не было. Один раз было, правда, на футболе, когда меня узнали, все понеслись, подростки ко мне брать. Когда тебя начали узнавать? Вот что произошло? Какое-то вот, ну, знаешь, как обычно это бывает, вот все, на Ютубе прорыв какой-то, да, и человека завтра знает весь мир. Ну, я не думаю, что это было вот так. Мне кажется, это было в советское время, вот как Олег Янковский рассказывал, что он снялся в двух фильмах, «Щит и меч» и «Служеведово товарища». Прекрасный фильм, прекрасный. В двух сразу же. Прекрасный. И по всей стране прошли эти, прошли премьеры. И он говорит, я вышел утром и проснулся знаменитым. Я понял, что меня все знают и меня все любят. Я как раз таких много историй от актеров и слышал, что в какое-то утро я проснулся, вышел, и меня все знают. Я это почувствовала. У меня был проект совершенно замечательный, который до сих пор все дети и подростки знают. Это проект «Папины дочки». Я там сыграла маму Веника, «Виняя меня». Великолепный, смешной, молодежный. Его смотрели... Его не только, какая молодежь, его смотрели все семьями. Все смотрели. Это семейный такой фильм. Это, по-моему, 90-е годы. Это до начала 2000-х. Да, да. Знаете, когда я входила во двор, я подумала, что дом как-то маловат. Да. А вот сейчас я вошла внутрь и вижу, действительно, маловат. Ну, он веселый. Получается, что вот эти подростки, они показали мне, что я уже не просто артистка, приехавшая с периферии, скажем так, в Москву, а что я уже известный человек. Я вышла из собственного подъезда, и мальчик вот так, как будто пытался скрытой камерой сфотографировать меня. Да, да, да. Все. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я вас сфотографирую. Это вы снимались в папиных дочках. Вдруг я поняла, что он видит. На мне маму веникать. Ну, да. Я говорю, да. Наверное, побагровев, наверное, сконскутившись. И вдруг он закричал, пробу, с таким голосом. Сюда, сюда, это она, это она. Я сказал, что за кустами сидит целая куча детей и ждут, когда я выйду. Они гадали, она ли или не она. Ну, вот разведчик разгадал тебя. Как у тебя произошло знакомство с Никитой Михалковым? В подробностях, пожалуйста. Во всех подробностях, ибо наши зрители любят именно такие подробности. Это дорогого стоит. Расскажи. Это действительно здорово. Во-первых, действительно. У меня очень большое количество собранных ролей. И поскольку у меня не было никаких связей в Москве, когда мы приехали, я соглашалась на маленькие роли. Какой это год? Это было в 95-м. В 95-м. Но началась анимация, я в 98-м. И я пошла вот по маленьким ролям. Я забила все вешки во всех агентствах. И вот эти там маленькие роли, они сработали. Потому что вот такие круги от этих вешек по воде. И меня стали приглашать на чуть-чуть побольше, побольше, побольше. Я вот так чуть-чуть как бы наработала это все. И поэтому у меня в 2015-м году я была самая снимающаяся актриса России. Класс! А это Яндекс обо мне сказала. А Мишечке Ефремове и обо мне. Мы Яндексу верим. Это номер два после Google. Это правда. А Google мы тоже верим. И Никита Сергеевич Михалков, это для меня был мой такой маячок, который для меня был вот как бы моей мечтой. Потому что я смотрела его фильмы. Вот неоконченная пьеса для механического пианинора «Раба любви». И это было то, что повлияло на мою жизнь. Почему я стала актрисой? А-а-а! Вот он что-то! Если ты не вскочил в этот поезд, это просто невозможно. «Раба любви». Это для меня просто… Я безумно хотела сниматься у Никиты Сергеевича. И когда уже я стала ходить на маленькие кастинги, меня стали утверждать на маленькие роли. У меня позвали на кастинг, Никита Сергеевич. О-о-о-о! Впечатление! Это был фильм «12». Я была на кастинге, сидела на гриме для фотосессии, потому что там фотографии играют еще в дополнение. И, значит, с одним накрашенным глазом. Я вижу прямо в грименке, так смотрю в зеркало. В процессе гримирования? Да, перед пробами. Смотрю в зеркало. Заходит Мехалков. В другую зеркальку ходит. В районе страны. То, что он не виновен, я понял с первой минуты. Почему она показала на суде, что этот чеченец убил ножом русского офицера Володю? Я должна оставаться здесь? Да. Ну, я все рассказала. Так он в порядке. Голосуем. Голосуем за невиновен. Да. Никита Сергеевич, я бросаюсь буквально в зеркало. И вот ты с этой, со своей непосредственностью, я набросилась на него, встала. А он говорит, ну иди сюда. Я говорю, Никиточка Сергеевич, я к вам вопрос. Он не испугался? Нет, он не испугался. Ну иди сюда, моя миленькая. Я подошла. И я стала его целовать, Олег. Я прямо его расцеловала. Слушай, какая прекрасная реакция его и твоя. Да, да, да. Он говорит, моя миленькая. Я говорю, Никита Сергеевич, я к вам на пробы, на соседку. Молодец, молодец. Мы с ним поцеловались. И я думаю, и когда уже прошли пробы, фото, видео пробы, все. И где-то в течение месяца мне позвонили, я помню, был четверг. И говорят, у вас следующий четверг съемка. Я говорю, какая съемка? Ну как, вы же пробы проходили, Никита Сергеевич. Оказывается, я была совсем неизвестным человеком. И я все время думала, думаю, зачем я набросилась на него. Я со своей непосредственностью думала, ну зачем? Скажи, что какая-то фанатка или что это. Неизвестная женщина какая-то. Я же уже взрослая приехала в Москву за 30. Сколько лет? За 30. За 30. Просто многих пугает. Что я буду делать? Мне 25. Какие нафиг 25? Мы приехали в Деревую. Нас ждут большие дела. Лирическое отступление. Лирическое отступление, да. Мне позвонили и сказали, что у вас в четверг съемка. Я была в шоке. Я снялась у Никиты Сергеевича в фильме «12». Это была женская главная роль. Считайте их главной. Да, потому что больше женских ролей там не было. Во-первых, по итогу фильма это женская главная роль. Да. Я обожаю этот фильм. Я обожаю. Я смотрела его. Я до сих пор не знаю, почему меня Никита Сергеевич утвердила. Ну, поцелуйся. Поцелуйся. То ли я прекрасно попробовалась, то ли я его хорошо поцеловала. Как ты любишь проводить свой досуг? Досуг – это то, что не связано с работой. Вот как ты привыкла, как тебе нравится? Моя вся жизнь – это активный досуг. Класс. Я честно говорю. Класс. Пять баллов. Если я устала, вот прямо устала, то я ложу койку, включаю телек, прекрасное кино и смотрю кино. Что такое прекрасное кино для актрисы с таким огромным опытом? Сейчас безумно интересные идут сериалы. Безумно интересные. Например, один из… Я только что закончила «Американский мэдмен», 7 сезонов. До того я смотрела «Квин», до того я смотрела «Во все тяжкие». Сейчас я езжу, вообще, меня это впечатляет, что я вот… Ты в сердце этих сериалов. Пустыня, белый стол, девушка в белом, мальчик в белом и никого на сотни миль. И две чашечки латы. Минимализм, который просто гениален. Знаешь, вот эта картинка, когда крутящаяся земля и на этой земле два человека в пустыне пьют кофе. Я больше скажу вам. Это, скорее всего, реклама кофе. Кадр начинается из космоса. Из программы Google наезжают. Креатив. Да. Мы наводим на пустыню. Увеличивается. Увеличивается. Потом эти сеточки, вот эти вот военные, знаешь, карты. И все это сводится к тому… Меридиана, широта, высота… Мы не зря везли тебя. Мы не зря сюда тебя везли, потому что сюда все-таки дальний путь из центра Лос-Анджелеса. Но это такое место, не только связанное с тем, что это Blue Jam Cafe, оно очень популярное в Америке. Да, да. Оно популярное у туристов, потому что оно есть в списках туристических мест, которые стоит посетить во время перекуса. Вот. Но здесь само вот это вот место мы уже не первый раз здесь снимаем. И однозначно позитивные эмоции, вкусные запахи. Ты оценила вот этот вот вкусный латте? Оценила, да. Голливудский латте. Что-то особенное. Что-то в воздухе. Мне кажется, что вот здесь все вещи, которые здесь есть, они есть в Москве, в России. Есть. Но они какие-то не такие. Вот вы понимаете? Вот чем-то вот даже это место, оно чем-то отличается от других. Я не знаю, что. Может быть, это у меня такое впечатление от Калифорнии. Я не знаю. Но здесь что-то есть такое особенное. Вот я когда вас увидела первый раз с Игорем, у меня такое было ощущение, что что-то такое блеснуло. Как будто что-то вспыхнуло. Это хорошо. Вот здесь тоже. Когда мы идем... Только благодаря этому мы и сидим здесь. Что-то вспыхнуло. Потому что когда не вспыхивает, люди не живут по 30 лет вместе. Вспых должен быть. Только тогда все это происходит именно... Абсолютно. Абсолютно. Как часто вы вспоминаете, задумываетесь о своих предках? Как часто и задумываетесь ли вы о своих предках? Я с ними. Не расстаетесь? Я просто с ними. Не расстаетесь. Папа мой творческий человек, он баянист, он педагог народный. Мама моя, она пела в коре, а папа был баянистом. В ДК нефтехимиков в Ангарске и Иркутской области. Они у меня творческие... Вы дальневосточница? Нет. Я сибирячка. Сибирячка. Ангарск, Иркутская область, Байкальская территория. Вот эта линза, которая притягивает, как калифорнийское солнце, притягивает Байкал всю энергию, понимаешь, человечество. И поэтому у нас в Сибиряках вот такая энергия. Слушайте, как я чувствую сейчас вот эту энергетику этого человека. Ты знаешь, Байкал – это хранилище воды на все человечество. Да, знаю. Это 900 метров туда. Поэтому товарищи китайцы так хотят получить Байкал. Да? Да. Так вот, мы сибиряки, мы хранилище энергии для человечества. Возможно. И если что, если на всей земле заканчивается вода, то мы будем поить весь мир очень долго, несколько лет. Мы сможем, еще весь мир сможет жить. Так вот, мама и папа – это для меня вот такой колодец со свежей водой. Да, это то, что, конечно, они заложили в меня. И если что-то со мной происходит, мне всегда хочется поделиться с ними. Знаешь, мне кажется, их уже нет. И поэтому мне кажется, что они со мной все время. Между прочим, вот этот какой-то мир, он есть даже в физическом смысле. Это какое-то другое, что ли, как это называется, пространство другое. В общем, они рядом. Просто они рядом. Это другой какой-то мир, что ли, но они всегда рядом. Они всегда рядом. Ты чувствуешь эту энергию? Помощь, да. А есть ли у тебя связь с твоими дедами-прадедами, особенно прадедом, который служил в Иркутской области, или как тогда это была, скорее всего, не область, а регион? Как это называется? Губерния. Губерния. Иркутская губерния. И вот немножко хотелось бы рассказать. По маминой линии у меня, получается, я из духовной семьи. У меня все прапрадеды, прадеды, из духовенства. Но у тебя с детства было воспитание к тому, что… Нет. Ни в коем случае. Единственное, что хочу сказать. Время-то коммунистическое. Сама всегда говорила, вот страшно тебе, сделай вот так. А ты задавала вопрос, зачем? Почему? Она говорит, просто перекрестись. То есть она не объясняла, что это вот то-то, то-то, то-то. Потом вот это словосочетание, слава Богу, для меня ничего не значило. Вообще. Мое пионерское детство, оно… вот это словосочетание, слава Богу, ничего не значило. И когда я узнала уже 21 год, вдруг такое произошло во мне в переосмыслении, и я вдруг… эти фразы приобрели для меня какой-то сакральный смысл, меня покрестили 21 год. Самый большой враг, вот мое мнение сугубо забугорское, да? Страх. Страх… Страх человека. Вот нас все время куда-то вот не пускает именно страх. Мы хотим сниматься, я не говорю о себе, я отбоялся уже. Но вот многих как раз ограничивает, ну куда я пойду в школу актерского мастерства, я бездарь. Человек об этом задумывается. Вот как раз может быть это и есть шажочек, чтобы идти, перешагнуть и сделать то, чего он боится. Вот понимаешь, это комплексы. Это 99% уже сделанного дела, это первый шаг. Вот я была вчера первый день в LA. Такой насыщенный день за день. Да. Первый день я была в LA. И мне кажется этот шаг сделан уже 99% того, что я буду работать в LA, что я буду работать здесь. Я все знаю, все шаги остальные я уже знаю, я здесь это узнала. То есть я пойду, я буду делать все, чтобы это произошло. Но самое главное, мне кажется, что у меня есть одна знакомая девочка, она живет в Англии, у нее есть подружка, она княгиня, русская княгиня. Да. Ей 93 года. Она начала учиться игре на рояле в 90 лет. И она учила три года. Класс. И она говорит ей, Ирочка, я тебе сейчас сыграю, но я совсем недавно начала учиться. Вот когда мне исполнилось 90, я решила научиться игре. Боже, как это звучит. Как это звучит здорово. И она играла ей славное море, священный Байкал. В 93 года. Я оглядываюсь назад и понимаю, какой огромный все-таки, знаешь, какой огромный путь пройден. Там, советское время, школа, институты, советская армия, шоу-бизнес. Где ты служил? В Москве. В Москве. Я служил в Москве в Академии Генерального Штаба. Да. И служил в очень интересное время, 89-91. И на то время, когда демобилизация должна наступить. Такой переломный момент был. 91-й это ГКЧП. Это когда ребята собрались и ай-яй-яй. 19 августа. Да. И хорошая память. Нам практически открытым текстом сказали, ребята, прощай дембель. Я лично видел, как в Москву входили танки. Как шли танки. А когда идут танки, ребята, это уже все. Нас под ружье поставили. Мы, естественно, несли. Да, я в это время служил. Но, слава Богу, что это закончилось за эти несколько дней. И все получили по заслугам. Потому что, конечно, это была бы страшная бойня. Мы, вот реально солдаты, и на то время могу сказать, мы выполнили бы любой приказ. У нас не было такого сомнения, что мы будем. Мы, конечно, шушукались в своих там, а что будем делать? Слушай, нам скажут стрелять. Дело в том, что политическая структура, так скажем, политруки, да, они работали так, что за нашими спинами, за нашими спинами солдат всегда были стукачи и которые были бы готовы, если мы не выполняем приказ, стрелять в нас. То есть, если ты... Да, об этом мало говорят, точнее, об этом не говорят, это не популярная тема, но боязнь не выполнить приказ именно связана с тем, что ты мог перестать существовать. Вот так вот. Поэтому время было тяжелое. Я знаю, что, вот видишь, ты в 95-м приехала в Москву. Время голодное еще было. Достаточно голодное. И устроиться в киноиндустрию, которая в то время несла собственно говоря, не такой была популярной. Как тебе получилось в это время, тяжелое время, да, простым словом выкарабкаться, найти? Вот это слово очень хорошо характеризует мои действия. Вот выкарабкаться. Я жил тогда. Во-первых, получается, что реально выкарабкивались. Вот я ходила на всяк... Самое главное было найти, где кастинг. Не было интернета как такового. Я помню, у нас сосед, который потом уехал в Канаду. Говорит, вы знаете, я хожу на курсы. В гостинице «Союз» есть курсы по интернету. Значит, открываешь компьютер и выходишь в мировую сеть. В Америку, во Францию. Я говорю, что-то Андрюха гонит. Говорю, я говорю, да, да, гонит, Андрюха погнал. На самом деле это был интернет. Это очень смешная тема. Вот. И мы не знали, где идут. То есть для того, чтобы, например, пойти и встать на учет на Мосфильм, нужно было постучаться в дверь, заказать какие-то пропуска, сделать 100 фотографий, зайти на студии, отдать эти фотографии. Каждую неделю я печатала по 100 фотографий. Я ходила на студии, в студии Горького. Вообще, я пришла в 3Т к Никите Сергеевичу. Во-первых, узнать, где это 3Т, понимаешь, уже само по себе было счастье. Я беру букет цветов. Тук-тук-тук. 3Т закрыто. Значит, открывает охранник. Я говорю, здравствуйте. Я приехала с Дальнего Востока. Я хочу сниматься в кино. А я же закончила институт искусств во Владивостоке. Я провожала 8 лет в Приморском краевом академическом театре имени Максима Горького у Ефима Семеновича Звенятского. Я же приехала королева, звезда. Я хочу сниматься у Михалкова, это мой любимый режиссер. Тук-тук-тук. Как заказала, так и получила. Да. А мне этот говорит охранник, ну что, все хотят. А я говорю, я с Дальнего Востока приехала. Мальчик, ты не понял, мы с Дальнего Востока. А я говорю, я же с Дальнего Востока. Он говорит, с Дальнего Востока? Подожди, дверь закрывает. Пошел. Открывает дверь, говорит, заходи, там кастинг идет. Вообразите себе! Слушай, прорвала. Пробила дверь. Это просто в это уму непостижимо. Я думала, сейчас я была сумасшедшая. Ну как это? Вот например, на Никиту Сергеевича, да? Вот так прыгну и тиросила. Ну это было сделано от души, не то чтобы я как бы это заготовила, там, хотела поцеловать звездного режиссера. Нет, просто я его безумно любила, его творчество. Для меня это все было. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Ванилл. Нет, ванилл. Ванилл это я. И регулярное лотте. Вау, спасибо. Спасибо. Мой дочь с мужем американец. И я практичу с ним. Мы с зятем очень хорошо понимаем друг друга. Дочка ничего не понимает, когда мы говорим. Он понимает меня великолепно. У вас русский английский. Ваш русский английский хорошо. Да, и он сказал, Оля, твой прононс вообще прекрасен. Говори, 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 я все понимаю. Но он учит меня, он грамотно учит меня составлять предложения. Поэтому, когда я буду сниматься в Лос-Анджелесе в кино. Ты будешь сниматься. У меня будет прекрасный саунд. Дело в том, что где мы с тобой познакомились. А познакомились мы у Виктора Круглова. Это супер агентство. Это человек 31 год в бизнесе. Стивен Сигал. Куча-куча других актеров. Просто кто мне пришел в голову. Мы вчера о Сигале говорили. Очень достаточно много. Человек занимается любимым делом. Имеет невероятное количество связей. А Голливуд это 90% связей и 10% вашего творческого мастерства. То есть, реально. Прекрасная мысль. Умение коммуникацировать. Абсолютно. 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 Подержите за меня вот эти кулачки. Мы держим. Чтобы все сложилось. Пожалуйста. Это доказано. Пожалуйста. Это так важно. Это так здорово. Мне кажется, что если я буду сниматься в Лос-Анджелесе, в Голливуде, это будет песня всему человечеству. Что каждый человек сможет пройти по этим ступенькам. Оля, но я вот со стороны зрителей хотел бы дать свой комментарий. Надеюсь, вы тоже добавите свой комментарий. Убери мысль снимать иностранку. Ты русская актриса. Ты можешь снимать только русскими. Конечно. Многие просто пишут, куда вы там лезете? Слушайте. Очень много фильмов. Огромное количество голливудских фильмов требуются русские персонажи. Русская актриса. Конечно. Только так. Я никогда не стану американцей. Меня раздражает, когда американка играет русскую. Ну какая ты нахрен русская? У тебя в глазах лакшери жизни с пеленок матери, с молоком матери. Русская жизнь пройдена через... Дай тебя поцелую. Приятно. Я ведь правильно говорю? Русской нельзя сделаться актрисой. Русской нужно родиться. Да. Пройти огонь в воду, медные трубы. Вопрос. Я возвращаюсь к своему вопросничку. Дай свой профессиональный и именно женский совет девочкам и мальчикам в том числе, которые окончили в этом году школу и собираются поступать в заведение, где учат актерскому мастерству. Дай свой совет. Это, может быть, не обязательно связанный совет с тем, что играть, куда идти. Может быть, это совет, связанный что есть и что пить. Артистам нужны всякие. Но я хочу сказать тем, кто заканчивает сейчас школу и мечтает стать артистом, задайте себе один вопрос. Вот как я своим девочкам и дочкам говорила. Я говорю, если ты не поступишь в этом году, пойдя на актерский, что ты будешь делать на следующий год? Если ты отвечаешь на этот вопрос, что я на следующий год опять пойду учиться на актерское, а если я не поступлю на второй год, то я пойду на третий год поступать на актерское. Это твое. То это твое. Если нет, если ты предполагаешь, что ты можешь заниматься еще чем-либо, то ты можешь сделать свою актерскую, например, свой актерский интерес просто хобби тогда. Потому что серьезно, профессионально заниматься этой профессией непросто, я скажу. Это счастливо, это прекрасно, но не просто в том смысле, что это каждодневный экзамен. Вот прям каждодневный экзамен. И тебе придется до того, как дойти, чтобы принимать этот экзамен как счастье, свалившееся на голову, как кризис, который ты можешь воспользоваться, использовать в свою пользу. Вот чтобы до этого дойти, нужно очень много ран пережить. Поэтому, если ты вот готов, мой выпускник, мои выпускники, если вы готовы пройти вот эти экзамены и научиться принимать каждый экзамен как счастье и как радость, то тогда да. А если нет, то лучше не стоит. Лучше снимать вот то, не знаю, может быть, какое-то свое любительское кино. Знаешь, сейчас такие возможности в интернете, у нас такого не было. А вот у них есть. Упал, встал и пошел дальше. Что ты ощутила, когда тебе отказал Райкин? Вот что ты ощутила эмоционально? Ты заплакала? Ты расстроилась? Это было непросто. Потому что у меня было такое чувство гордыни после Дальнего Востока. Я приехала вообще звезда, я играла главные роли в академическом театре. Вот так, по мановению. Так вот все было. По мановению. Ну, как я знаю, он тебя не дослушал и спасибо. Две минуты буквально, да. Это было, конечно, я даже не знаю, что было. Это прям вот разгром, разгром. Профессия сильнее меня. Это сильнее меня. Но это была переоценка ценностей. То есть, я приехала как человек, который претендует на главные роли. Понимаешь? Но у тебя эти амбиции твои не… Да. А стала я человеком, который принял ситуацию, как есть, что в Москве я никто, ничто, пусть мне 30 с лишним лет, но я здесь никто, ничто. Звать меня никак. Мало ли, какой у меня бэкграунд за спиной. Молодец. Что я играла главные роли в академическом театре. Я стала ходить на кастинги вот таких, правильно? Абсолютно правильно. Абсолютно. Вот таких. И я получала это отличное удовольствие. Чтобы где-то тебя начали видеть. Радость. Я получала от этого радость. Ты знаешь? И вот, когда начались первые победы, я помню Юра Мороз, я пошла, пробилась к нему на кастинг, узнала какими-то путями про этот кастинг, что будет на Каменскую. Я пошла и сказала, я хочу играть в Каменскую. Он поулыбался, позадавал мне вопросы и пригласил меня на роль жены генерала Вакара в серии «Убийцы по неволе». У меня было два съемочных дня, но вместо Каменской я сыграла эту роль. И очень многие люди, которые пережили ту драму, в которой моя героиня прожила, они говорят, что это было безумно достоверно. Для них это был какой-то даже переворот. Вот прям. То есть, каждую роль я люблю. Вы знаете, даже самую маленькую, мне кажется, я же туда вкладываю. У меня иногда даже картинки остаются вот в голове от этих ролей. Не то чтобы они меня как бы преследуют, я не сумасшедший человек, но я вижу, например, вот этого сына этой женщины внутри. Я его как бы себе представляю. И это очень здорово. Мне это нравится. Я в каждую роль вкладываю частичку себя. Настолько, насколько это возможно в данный момент. Потому что бывают роли, созданные в попыхах. Тогда, на тот момент, меня звали, например, актриса слетела у нас, можете завтра приехать? Ну что, я успею что-нибудь? Нет. Я придумываю костюм, прихожу, вхожу в кадр, говорю тексты. Иду много от себя. Есть много таких ролей, которые я иду от себя. Но есть роли, которые мои там, которые я успела сделать, как хотела. Ну, то есть, они все любимые, маленькие роли. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку все-таки вот это молоко превратилось в масло. И я как тот лягушонок. Балтыхалась, бутыхалась. И это здорово. Выскочила и стала понимать, что все составляющие успеха у тебя есть, Оля. Успокойся. 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 Все хорошо. Я стала понимать, что, может быть, вот эти роли мне не нужно играть. Может быть, вот эти, не нужно вот эти. Потихоньку, полигонку методом проб и ошибок и отказа от благ материальных. Потому что это очень хорошие деньги, сняться в кино. Например, два дня сняться в кино – это хорошие деньги. Но я стала отказываться от этих ролей. Стала получать другие роли. Я стала работать в театре. Меня стали приглашать в антрепризу как известного человека. Потом стали давать главные роли в этих антрепризах. И потом пришел Голливуд ко мне. Он пришел ко мне сам. Пришел ко мне в виде Вадима Перельмана, который получил все возможные премии за фильм «Дом из песка и тумана». Он приехал снимать на ТНТ фильм «Измены» 16 серий. Он же не знал российских артистов. Я прошла многоступенчатый кастинг и получила эту роль. Это было просто счастье для меня с этим человеком работать. И до сих пор мне кажется, что именно он, работа с ним в меня заранила. Что если я могу с этим режиссером работать в Москве, почему я не могу с голливудским режиссером работать и это? Ну, это такого уровня глубины, красоты душевной, потом физической, даже кадра красоты, его завышенные требования, они в меня вселили опять. Я сейчас хочу этот уровень сохранить, этот звоночек. Я вижу, когда оно так вспыхивает. Здесь VLA вспыхивает все время. Мы уже говорили, есть вспышка, все, иди и делай. Вот Вадим заранил в меня. Мне кажется, что он даже мыл деревья, а не мыли, вообразите себе. Мыли деревья. Не то, что там дорожки мыли, деревья пустыни, чтобы кадр вот так сиял. Представляешь? А что говорить о том, как мы, артисты, входили в кадр вообще пустыми, он не позволял нам входить. Ни одного кадра не было сделано, чтобы мы выходили пустыми. Мне предложили проект потрясающий театральный. Мне предложили сыграть Фаину Георгиевну Ромет. Это любимая актриса моей мамы, и я все время вот с ними советуюсь тоже. Добро получено во время совета. Все. Хочу еще девочек с американскими именами, с русскими именами, маленьких. Еще мальчиков, еще младшенькая у меня родила тоже мальчиков. С американскими именами. Не знаю, я бы вот очень ревностно отнесся бы. Я бы очень ревностно отнесся бы. Хотя, конечно, понимая... Не важно. Не важно. Как зовут, не важно. Олег, это не важно абсолютно. Ну, это комплекс, значит, какой-то совковый комплекс. Абсолютно не важно. Я бы очень хотел бы Машу, ну, у меня есть Маша. У меня Маша, ей 6 лет. Павлику вот на днях исполнится 5 лет. Детки у тебя? Да. Такие маленькие детки. 6,5. Да, у меня не первый брак. Вот, у меня есть дочь от первого брака, ей 25 лет. И у меня есть трехлетняя внучка. Тоже Маша. Они живут в Москве. Машенька, привет от деда из Голливуда. Да, мы живем здесь и общаемся дома только на русском языке. У меня русские дети, они потихоньку изучают английский, но они абсолютно чисто говорят без акцента на русском языке. И нам многие замечают, иностранцы и эмигранты, как великолепно говорят ваши дети. Я говорю, мы здесь, в этой стране эмигранты. Мы русские эмигранты. Мы говорим на двух языках, но мы стараемся, не всегда получается, но мы стараемся, чтобы наш язык оставался оригинальным. Сейчас я хотел бы представить нашего директора этого проекта «Голливудский завтрак со звездой». Игорь начинает новый проект завтра и съемки проекта с голливудским режиссером. Как его зовут? Зовут его Саймон. Это очень, ну, скажем так, один из обоймы голливудских режиссеров. Он сам из Африки. Африки. Вот, он уже снял более 15 фильмов. Он по его собственному сценарию снимает фильм про торговлю детьми в сексуальное рабство. Поэтому мне, так сказать, предложено выпало честью там сниматься. Я буду сниматься с точки зрения, конечно, маленько негативного героя. Но в этом есть своя, как бы, изюминка. Потому что это показывается проблема международного характера, где этим занимаются и торгуют людьми со всех концов света. Не важно. Главное, что в этом фильме будет передано то трагическое, как бы, звено последовательности событий, при котором все-таки добро побеждает зло. А так и всегда будет. Добро будет побеждать. Мы, кстати, нашей компанией, Забугорский студио, будем снимать документальный фильм об этом проекте. И будет такой реальный бэкстейдж, где будут интервью с участниками проекта. Естественно, интервью с актерами, режиссерами. Ну, и, соответственно, мнение актеров других проектов о этой тематике сексуальное рабство, которые, ну, на самом деле, мало об этом говорят. Я желаю всем зрителям, которые сегодня были с нами, чтобы они испытали то же самое чувство, что и я. Когда все обыденные вещи становятся прекрасными и необычными. Это делаем мы, люди. Спасибо Игорю, спасибо Олегу, которые сделали сегодняшнее утро прекрасным. Спасибо тебе, Оля, что ты согласилась и пришла на это интервью. Мы действительно не просто побеседовали на интересные темы. Мы замечательно провели время. А проведенное время с чудесными людьми, это остается в памяти. Пускай наша сегодняшняя встреча будет в нашей памяти как можно дольше. И из нее обязательно вырастет замечательный творческий проект из Голливуда. Мы будем снимать этот проект регулярно, приглашать сюда на наш завтрак со звездами не только наших актеров, но и, соответственно, голливудских звезд. С вами был Олег Забугорский, Ольга Хохлова и Игорь Красий.